Они дружат с головой, значит я как бывший ведущий конструктор этого предприятия докладываю, что с головой они дружат, значит я вот там, значит, объясню почему, потому что это не простые акваланги, это акваланги специального назначения, да, которые военные заказывали под себя, а там есть фичи, да, которые там никому не нужны кроме как военного, и основной путь это военные. Значит, соответственно говоря, цена с учетом на самом, так сказать, военных, так сказать, нормальная совершенно для военных, нормальная цена, конкурентоспособная. Не, ну что интересно скажем, а военный седьмой палом, там что ли, так? То есть идет тот же самый баллон, 12-литровый палом, что ли, не помню, так? То же самое, как вот, если что-то, что-то здесь делаете, то же самое, один в один, прям, так? Ну, не совсем, один в один, еще раз говорю, самое-то, там есть отличие. От 110 тысяч, и так же ее, прям, не знаю, там. Покупателей это устраивает. Это уже более глубокий вопрос. Да. Рыжный, цена самая определяется не затратами самая, а цена определяется самым покупательным способом, а покупательным спросом. Значит, спрос на эти изделия, в такой цене, есть. Так, а как все фишки-то, аквалага-то? Вот даже седьмой, скажем, взять. Не, ну, а седьмой, сам, это гребность, сам, ну, сказать, а ВМ-12, ну, а ВМ-12, сам, ну, скажем, и двенадцатую, как уж не так много. Ну, как, ну, там, ну, сам, ну, сказать, по требованию военных, например, со мной, легочник, да, так сказать, такой легочник вы не купите в магазине, сам, вы, сам, обычно. Почему? Потому что он специально загрублен для плавания на военном бурщерщике, сам, чтобы, сказать, надвигающим потоком, ну, сам, ну, сказать, он не вставал на фривковку. Пожалуйста, ты сам, иди в магазин купить, это, самый, это такой легочник, его нет в магазине. Конечно, сам, военные сказали, нам нужен легочник, который бы вставал на фривковку, сам, вот, сказать, при предупреждении на буксировщике. У нас такой гражданский военный буксировщик, у них скорость передвижения, она разная. Современные, там, гражданские буксировщики, они, там, не более пяти километров в час, и то это, там, хорошие, иначе потом, там, срывать начинают маски, регуляторы на фривковке, все такое. А эти, они здоровые дуры, длиной в комнату, там, торпеды такие, он на них садится и подтёртся в другую сторону Тихого океана. Ну, понятно, понятно, да, это будет стоить вам столько-то денег. Хорошо? Хорошо, так сказать, самые, какие вопросы? То есть, самый клиент, самый хочет, такой именно, там, регулятор, и он за него платит, там, так сказать, действующие деньги, там, так сказать, участвует. Ну, просто за то, что он, сам, так сказать, участвует в процессе подготовки к нему требований, сам, да, так сказать, не просто балды, мы нарисовали, значит, вам продали, сам, а вот. Ну, хотите участвовать, пожалуйста, со мной, значит, мы назовём вам цену. Всё, понятно, всё, по вкусу, палка. В общем, что-то здесь жарко, со мной. А баллон-то чем отличается, а вот этот, от импорта? Тем, что не отечественные. Ну, всё, да? Не, на самом деле, есть, на самом деле, самый с импортным баллоном, там, сам, не, ну, а потом в войнах требований, сам, мы хотим, чтобы, сам, был, сам, был, резерв, сам, мы, так сказать, контакт, ручка управления резервом, значит, что такое, резерв? Бой, байпаста. Он не байпаста, там, сам, так сказать, другой, блин, как работает, но это совершенно не относится к нашей теме, и, сам, да, так сказать, как работает резерв? А под оттяжение давления 50 атмосфер, сам, в баллоне, часть потока перекрывается, и, значит, водолаз вынужден с трудом вдыхать газ из регулятора, да, так сказать, это ему, сказать, напоминание о том, что пора вылезать. Он, значит, в ответ дергают за ручку, да, на аппарате, и аппарат переходит в режим полной подачи, то есть после того, как его дергают за ручку. Вы можете купить такое в магазине? Не можете купить в магазине. Вы хотите такое иметь? Это будет стоить вам таких вот денег. То есть эти ненужные для дайверов вещи, да, так сказать, там, как установленные на аппарат, они, тем не менее, формируют специальный облик этого изделия на экспрессующую цену. Хорошо. Тема нашего сегодняшней встречи – это обширение. Пока уберем. Может быть, потребуется, самое, скажем, главное, самое, скажем, время, следующее время. Время половины седьмого. Половина седьмого. Хорошо. Час на теорию хватит. Значит, половина с восьмого – восемь года, до девяти успешных. Значит, что на нашей сегодняшней встрече – это скурбэкстеншн модуль. Значит, что такое скурбэкстеншн модуль? И откуда он, значит, взялся? Мы поговорим. Мы самое подробнее входит в лекции, да, так сказать. Для начала я представлю, значит, 5 методов Валерия Мучин. Значит, я, ну, самый высокий мой статус – это КМАС-инструктор Три Звезды. Значит, это следствует инструктор-тренеру других ассоциаций. То есть я готовлю в том числе инструкторов и в том числе инструкторов по реблизерам. Значит, я МТД-технику-инструктор, я арт-инструктор. Вот, значит, инструктор сам по ряду реблизеров, сам Дольфин, играть 71, вот как раз гидоафарина, то есть под подможеством которой является кубакстеншн модуль Inspiration, поседонный АК6 Discovery. Кроме того, значит, я инструктор по соревнованным доступам открытой воды и вот, как и все прочего, занимаюсь изготовлением и консультированием самозыскательных аппаратов. Так, значит, моя организация называется «Русские библии». Это сигнализация на машине. Воруют? Ну, что-то из того. Ну, ладно. Ну, ладно, я говорю. У нас такой же... Да. Русские библии. Значит, как это все получилось, значит, немножко обсудим. Для начала, значит, поделимся, о чем мы, значит, разговариваем. Ребузер, значит, отдыхательный аппарат, в котором, в отличие от Акваланга, воздух не выбрасывает, ну, газ, в котором мы дышим, не выбрасывается наружу, да, вступает обратно в систему, очищается ступоль кислого газа, дополнение добавляет кислород тем или иным способом в зависимости от типа ребузера. И, значит, подается снова на вдох. Значит, мы будем говорить вот этих понятий, как коррекционное погружение, техническое погружение, то есть коррекционное погружение – это все, что не связано с декомпрессией, все, что не связано с заходом уголовной сферы, наследы. Соответственно говоря, техническое погружение, погружение с проколением декабрессии, погружение на газовых смесях и самым переключением смесей, погружение на белотное пространство за пределами солнечного света. Значит, вот как бы мы определились, значит, теперь, значит, немножко теории, да, о том, какие, значит, бывают реблизеры. Ну, не знаю, там, у меня, значит, мой рассказ, он в основном построен, сам, так сказать, сугубо по продукту, да, так сказать, если вам интересно, можно, так сказать, там отдельно как-то коснуться подробно теории реблизеров, на самом деле огромная тема, сам, так сказать, несколько лекций, сам, в рамках курса, надо, так сказать, быстро не приближешь, но, тем не менее, значит, пройдемся, сказать, потом, какие реблизеры вообще бывают. Значит, это классификация, так сказать, моя собственная, да, так сказать, я ее, кстати, использую в своих курсах, значит, ну, мы видим, что подводные дыхательные аппараты, значит, они делятся на реблизеры, акваланги, да, акваланги мы не рассматриваем, реблизеры. Значит, реблизеры можно выделить двумя самых основных типов, это советскому полотителям, называемые самые, и те, которые работают с регенеративным веществом, значит, то, что работает с регенеративным, вы знаете, это военные аппараты, да, это советские, где в ней кроме не используются, это самоспасатели, это изолирующие противогазы, ну, то же самое, что регенерация используется на топливных лодках, да, для восстановления газового состава, агрессивное самое вещество, которое, так сказать, с горением взаимодействует с органикой, значит, из живых тканей высасывает в воду, самое, там, горит, самое, когда не нужно, в частности, вот, последние подводники, самое, Курска, да, в составом отсеке, они погибли в результате сгорания, самое, регенеративного вещества, значит, они его открыли, там было масло в атмосфере, там, отсека, в часы пожара, и они, значит, быстро погибли, поэтому мы не рассматриваем генеративные вещества в рамках учебных курсов, которые, то есть, к дайвингу, мы рассматриваем, значит, реблизеры на языковом погладителе, тут можно выделить в отдельный класс реблизеры с механически связанными мешками, это, так сказать, как мы знаем, пассивные ползампанные реблизеры, что-то, самое, сказать, я, по-моему, что-то, говорю, такое самое, что, уже много ненужных слов, сам, да, можно покороче, чтобы понимать, то, что он рассказывал, регенеративный, это, когда, понимаешь, только то, что замкнут цикл, что там, газ и фарон, хорошо, ладно, а что там дальше, а представление, давайте, если мы немножко ближе, самое, к делу, со мной посмотрим, а что у нас с нашим продуктом, со мной происходит, значит, у нас есть, как бы, три варианта исполнения этого продукта, это ползампнутый аппарат и замкнутый с ручным управлением из электронов, значит, посмотрим, чем они отличаются, значит, вот у нас есть активный ползамптореблизер, значит, что он состоит, он состоит из баллона, снайперсона, он состоит из дыхательных мешков, которые соединены шлангами, шлангами, что-то зелененькое, и коробки, в этой коробке, в которых находится вещество, которое поглощает углекислый газ, вот этот самый дыхательный поглотитель, то есть, очень просто, само, мы в него выдыхаем, весь выдох нас проходит через эту самую банку фильтра, в ней происходит реакция, которая защищает из нашего выдоха весь углекислый газ, абсолютно ведь, и на выдохе уже получается совершенно смесь без, значит, газа, и тут у нас вверху есть маленькая дюжа, значит, что такое дюжа, это как дрочер автомобиля, жуклер, а, жуклер, значит, сам автомобиль, то есть, маленькое калиброванное отверстие, значит, вот здесь вот, и мы из баллона подаем сюда газ, значит, найтеркс, опять же, конечно, залпу, что у кого-то не было круче, найтеркс, а вот, предположим, у нас есть на входе найтеркс, значит, он состоит из какого-то количества кислорода, а это важно или не важно? Важно. Важно. Важно, конечно, вот я, значит, в данном случае рисую самый, так сказать, стандартный найтеркс, который идет вот с этим аппаратом по умолчанию, только по всем цене найтеркс, да, и, значит, секретно говоря, 60% азота, ну, и, значит, если я не получу. Вот это точно. 60% по зубам. Куда-то бюджет, который стоит в аппарате, вот, по умолчанию, она рассчитана на 10 литров газа. Что-то, аж 10 секунд. Понятно, что там, то есть 100% это весь объем, то, что у нас есть в атмосфере, да, соотношение, и 40% кислорода, значит, остальное там остается что-то, ну, в данном случае все азота, это 60%. Вот, смотрите, что у нас происходит. Мы подаем 10 литров в минуту самой смеси. Значит, из них 4 литра, очевидно, это кислород, и 6 литров, значит, азот. А, конечно, да, почему? Потому что все 40% от 10-4 литра. Значит, это смесь подается на даймера, который потребляет 1 литр кислорода в минуту примерно. Значит, на самом деле он потребляет меньше, значит, там, может быть, до... Если он, так сказать, самый, такой расслабленный, он потребляет, там, около, что самое, 0,6 литров, если его нагрузили, и он там копает под водой, то он, значит, может потреблять... Да, 1 из 2 же. Ну, знаешь, сам, так сказать, он может до 2 примерно. Есть так называемое максимальное потребление кислорода, как это знаешь, определяется физическая тренированность у человека. Чем человек более физически тренированный, тем больше он кислорода может созрать. И у него больше мышцы, да, так сказать, он, так сказать, нужно больше кислорода для работы. А, ну, значит, в покольном состоянии он предположит. Да, нет, по-моему, 20, там, ну, средний, средний расход, роз, да. Это вентиляция. Это сколько ты легкими, перекачиваешь газ, да? Но эффективно, так сказать, кровь, ушел, ушел 1 литр кислорода. Ну, за это время, вот, при нормальном дыхании... Здесь мы говорим, опять же, про газ. Ну, ну, так сказать, самое, смотри. Надо изначально, наверное, легочную вентиляцию сначала, чтобы было понятно, а потом... Ну, смотри, вот, вот аппарат, да? Про легкие лучше скажи, как условно, идеологию. Вот, смотри, аппарат, да? Ты по кругу гоняешь газ. Значит, фактически ты дышишь, как будто из мешка. Вот, представь себе, это протеренный мешок. Ты в него включился, начинаешь из него дышать. Не важно, сколько раз ты сам из него вдохнешь, выдохнешь, да? Самой, какой интенсивности ты будешь сам, вот, сказать, из него дышать. Главное, сколько ты кислорода потребишь из него. Да. Да? И вот это потребление кислорода, которое уходит в твой организм, который потребляется своими клетками и перерабатывается в углекислый газ, значит, в результате физических, значит, биологических реакций. Значит, оно вставляет примерно 1 литр кислорода в минуту. Да? Чем, значит, для минуты мы это рассматриваем. Значит, он потребился, так сказать, и человек его преобразовал, фактически. А углекислый газ? А? Углекислый газ, да? Совершенно верно. Значит, цена... Значит, на 1 литр потребленного кислорода, человек выдыхает 0,8 литров углекислого газа. То есть, на этот кислород, да, так сказать, там, что, значит, соответственно говоря, эквивалентно? 0,8 литров углекислого газа, значит. А куда 0,2 делать? А? А куда 0,2? Ну, там же, там, так сказать, у него морядная масса изменилась. Ну, это химия, так сказать. Давайте не будем, так сказать, химия повторять. Я могу, конечно, там и пересказать. Ну, давайте не будем. Значит, и этот углекислый газ, собственно говоря, вступил в реакцию к существом, который здесь, да, так сказать, образовался и связался. То есть, по мере нашего дыхания, через систему, вес повысителя увеличивается за счет ассорбированного кислорода, и по нему, в частности, там, можно определять, на сколько выработался самый ресурс повысителя. Вот, значит, он туда поглотился, все, забыли о нем. Значит, на выходе у нас осталось, соответственно говоря, 3 литра кислорода и 6 литров азота. Какой у нас газ будет? 30. 33. 33. Соответственно говоря, у нас контуры получается, как бы, 33-й нитрикс, в котором мы дышим. Все расчеты мы делаем, ну, не все расчеты, а расчеты декомпрессии мы делаем по 33-м нитриксам. Так, расчет у нас, как говорится, такое значение. А обогащенный тогда куда получается? Обогащенный счет, там. А, в мороженый. Вот, там, в обрадах. А, в мороженый. А, в мороженый. Ну, конечно, залка, 9 литров. А, нитрикс, а самую минуту выбрасывать. Ну, а, значит, если мы вспомним, то у нас вентиляция легочная, как было правильно сказано, 20 литров. А, да. А, минуту. Значит, на глубине 30 метров. У нас давление будет чуть с атмосферы, естественно говоря, мы 100 литров. На минуту, на это все. Будем сжирать. Это если мы... А, подвижим на цепь. Открытым на цепь. Да, то есть экономия там вот в 10 раз. Выгода. Вот, значит, очевидная. Очевидная. Вот, что такое ползамкнутый аппарат. То есть, в чем ползамкнутый, понятно. То есть, все это, мы сейчас выбрасываем. Да, это ползамкнутый аппарат, но он затоит самый простой, дешевый, у нас в один баллон. Еще раз, скажи мне, там добавляется дюза, постоянно льет. В итоге у тебя, куда девается-то, в какой-то момент у тебя, что будет происходить? Она льет, у тебя лишний газ. Будет, когда переполнятся мешки, и упор через травлю шлак, он начинает выходить. Ну, так, на каждом выдох сам это делается, выдох мешки, да? А что с половучестью происходит, если у меня мешки... Ну, да, у меня начинают. Принципиально, ничего в общем смысле особо, потому что ты вдыхаешь, у тебя там объем не меняется, да? Поступают лягочные мешки, а когда ты легкие выдыхаешь, у тебя сжимаются, мешки расширяются. Но легкие сжались в этот момент. На самом деле, когда ты вдыхаешь, у тебя мешки сжались, легкие расширяются. То есть, примерно, это одинаково. Другое дело, если в горизонте там будет разница, и... Ну, на самом деле, там, наверное, человек, который плавал на галанге сам, это будет неожиданностью, да? Ну, да, если раньше... Вот если раньше перегулировал самоплавучесть с дыханием, так сказать... Да, ты тонешь, легко было. Вдохнул, остановился. Начаешь вылетать, выдохнул, остановился. В ребризере ничего не меняется. Падать сам со стуком на вно, да, сам, либо, значит, хотеть на поверхность, пока тебя инструктор не поймает. Да, то есть, все твои навыки, сам, будут работать против тебя. А подводные охотники, которые не умеют плавать с палангом, у сам, они, ну, в общем, гораздо быстрее учатся, сам, выучатся управлять паланги в ребризере. Потому что им нет навыков работы с самыми легкими с высокорезонцепилом. Ну, это достаточно легко переводить, это сравнить можно как правый, левый, ровный. То есть, мы, например, регулируем плавучесть за счет, там, ну, что там... Компенсатора или ластости, иногда. Компенсатора или ластости, правильно. Значит, ну, ползамканный аппарат, он, значит, имеет, дополнить метричу, да, тут, по отношению к тому, что вот, Сережа знает, по замкнутым аппаратам, значит, ползамкнутым аппаратам еще можно регулировать, плавучить клапаном. То есть, поскольку есть все время самый подпор газа из баллона, если мы откроем клапан, то у нас мешки сдуются, и объем сам уменьшится их, и получится их уменьшить. Если в маску не надо, что ли, выдыхать? Конечно, зачем? Если мы закроем клапан, да, то у нас подпор надует мешки, и нас, значит, получится повысить. Так, а еще вопрос, скажем, если ты умер, там, вода в маску попала, а лому носом выдох, ты ли не можешь? Можешь, конечно, можешь, только сам и при этом надо учитывать, что когда ты выдохнешь носом маску, сам у тебя плавучит резко упадет, и ты, значит, пойдешь вниз, сам и камнем. Ну, она не вверх, ты просто типа, ну, с ушок того, конечно, сам, да. Скорее всего, через маску-то там, два-три лет... Не, она рост-то, там, привык, сам, вот, так сказать, так, не особо, не жанец. Ну, она, ну, она, там, рейт, таким, бум, на пол. Значит, это мы говорили по... А после этого там принудительная подача есть? Или все только что-нибудь? Ну, там есть кнопочка самая подача на клапанной коробке. Принудительная подача из баллона. Да, конечно. То есть, в принципе, когда ты, упор, у тебя легочные мешки все сжались, ты... Ну, в данном аппарате, когда подача, там, 10 литров, например, то надо просто чуть-чуть подождать. Надо просто ногами чуть-чуть подвести, там, да, мешки наполняются. Под порт, оно достаточно быстро наполняет их. Понятно, что упорачивается? Спросил, нет? Ну, давай, я в двух словах уже, да, безусловно. Вот, если мы представим человека, там, с легким, это его легким, и легочные мешки отъедут. Вот, если у нас вот здесь вот один литр, и здесь один литр, если мы это сожмем на литр, здесь литр появится. Понятно. Здесь вдохнули в себя, литр сожмется. И, как бы, вот это вот работает. Просто в какой-то момент ты, допустим, начал, там, в маске, выдохнул пол-литра, и потом у тебя сразу пол-литра ты вдохнул, и больше вдоха нет, потому что ты пол-литра из легочных, ну, как бы, выдохнул, и у тебя не хватает вдоха. И у тебя два варианта. Наполнить контур. Либо подождать, пока через дзюзу потихонечку не течет со скоростью 4 литра в минуту, ну, сколько там, 10 литров в минуту, да, в принципе, если тебе восстановить нужно 1 литр на вдох, предположим, то это достаточно быстро, за день, и там произойдет. Другое дело, если ты хочешь это очень быстро, у тебя там физическая активность, у тебя вот прям вдохнуть, что-то там произошло, да, допустим, то, в принципе, у тебя на клапанной коробке есть регулятор встроенный, который тебе подаст по требованию. У тебя на обиде есть АДВ. Конечно. Ну, он работает, как АДВ сам. Да, да, и это в том случае, если с маской. Но подобная же ситуация еще происходит, когда ты меняешь глубину. Ты находишь на глубине 10 метров, там 2 атмосферы. Если ты начинаешь всплывать, то у тебя вот газ начинает расширяться. Он не только в BCD расширяется, он расширяется в легких, расширяется в легочных мешках. Раньше мы об этом не заботились. Мы делаем выдох, ну, как бы, дышали, и все. И у нас газ уходил. Здесь мы выдыхаем в легочные мешки. А легочные мешки 1 литр. Ну, представим, они так, там, 4, наверное, литра, да? 2 литра, примерно. 5 литра. Ну, да, там побольше. И они надулись, выдыхать некуда. Вот как раз на это вот чувствует вот этот вот класс сброса, который позволит выбрать лишний газ. Если он у нас будет закрыт, то, в принципе, обычно носом в маску или наружу, там, по-разному люди делают, он выбросится. Ты, когда будешь выдыхать, он выбросится. Ну, на полном, на параде, самостоятельно, не можешь полностью закрыть, самостоятельно, иначе он не будет сбрасываться. Ну, да, ну, то есть он выброс будет. Хуже ситуация, когда ты начинаешь стонуть. Если ты решил резко уйти на дно, на какую-то глубину, ну, там, на 20 метров, да, у тебя давление выросло, там, на одну атмосферу. С 10 метров там было 2 атмосферы, ты, там, 10 метров соленой воды – это 2 атмосферы, да, 20 метров соленой воды – это 3 атмосферы. То есть давление у тебя выросло, значит, объем у тебя сжался. И в какой-то момент ты ничего никуда не выдыхал, но просто в какой-то момент и ты газ, вот ты вдохнул, но в какой-то там полвдока сделал и обрубилось. Может быть, некоторый легкий дискомфорт, но, в принципе, достаточно быстро, как мы уже говорили, со скоростью 10 литров в минуту, он будет накапливаться, и есть АДВ, то есть когда ты быстро наращиваешь глубину, он тебе подаст по требованию. Ну, как регулятор, там, и он начнет подавать. Он немножко зажатый. То есть понятно, для чего нужны вот эти легочные мешки, соотношение легких и, как бы, давление, и их, ну, вот, объемов. Неудобно. Ужасно. Это, знаешь, как, нет, это как бы не то, что неудобно, это как расценить в машине. Ей нужно заливать бензин, заливать масло через 10 тысяч, менять фильтра и всякое такое. Однако, если ты не хочешь на телеге ездить, а хочешь далеко, то тебе, наверное, с этим просто смириться. Это не неудобно, это некоторые нюансы. Но, как мы уже говорили, плюс ребридера очевидный. На поверхности 20 литров в минуту соотношение 20 к одному при нормальной работе, да? А при глубине, там, допустим, 30 метров, это абсолютно рабочая глубина, там, 4 атмосферы. Соответственно, 20 умножить на 4, это 80, а тут по-прежнему литр. 80 раз. 80. То есть если ты раньше там говорил, что ты 40 минут, то теперь ты можешь 40 минут умножить на 80, понимаешь? И, ну, а плюсы там другие уже, тебе не нужно большие баллоны, не нужно, ну, как бы, вот такие вот вещи. И плюс очевидно, но есть некоторые нюансы. И это, как бы, аппарат, ну, первый, ползам. Да. Теперь мы переходим в следующий. Да, значит, мы сейчас, мы придем, естественно, на грязанку аппарата. Это как раз inspiration, да, в том числе, там... Это то, что у нас там на полке у меня стоит. Да, на полке стоит. Значит, опять же, что-то в конструктиве, там, вот этого аппарата. Все то же самое, дыхательные мешки, да. Единственная разница, у нас теперь два баллона. Один баллон с воздухом, а другой баллон с кислородом. Для чего? Для того, чтобы воздух создать нам, так сказать, какую-то среду, да, которая, так сказать, была безопасна для дыхания на максимальное глубине нашего погружения, а кислород восполняет тот кислород, который мы выбрали из газа в контуре. Как он... Семаляк, давай. Ну, подожди, начитировался. Дай чай, сам, ну, сказать, спокойно со мной, скажите. А, значит, как он его восполняет со мной? Ну, понимаешь, сам, ну, сказать, если не поймут, спросят со мной. Давай со мной, спокойно со мной. То есть, как он его восполняет? У нас есть место в аппарате, где стоят датчики кислорода. Значит, как датчики кислорода выжить? Он выглядит, вот, как такая маленькая штучка, да? Значит, он работает как батарейка, которая работает на кислороде. То есть, чем больше на вход выдаётся кислороду, больше содержания кислорода для его давления, тем больше напряжения, которое выдаёт этот датчик. Нам осталось только по 1 мм померить напряжение на выходе и, значит, делать, делать сколько у нас кислорода. Понятно, как только недостаточно, то есть напряжение падает. Вот, и срабатывает клапан на подачу кислорода. Абсолютно верно. Значит, у нас есть клапан, да, так сказать, электромагнитный, который подаёт в контур саму неноск кислорода. Значит, ну, это, естественно, делается, раньше это делалось некими сам аналогами устройствами, так сказать, на, так сказать, на аналоговой схеме, то есть сравнивалось напряжение с чем-то. Сейчас это делается всего дискретными устройствами, стоит процессор, да, который, так сказать, обрабатывает показания от датчиков и, значит, принимает решение о подаче от очередной порции кислорода. Ну, обычно стоит три датчика кислорода, которые, так сказать, между ними происходит, так называемая, гласующая логика, то есть один датчик, который показывает наиболее отличное от других показания, выбрасывается, да, других ужерняются. Ну, и это показание используется для того, чтобы выяснить, нужно подавать газ или не нужно. То есть совершенно простая схема. То есть, как только датчик выходит устроит? Ну, значит, если один датчик выходит устроит, так сказать, он, ребридер, попадает сигнал, сам, так сказать, начинает пищать, орать. Ну, на самом деле, сам, так сказать, более неприятная ситуация, сам, когда два датчика выходят из строя, да, так сказать, ну, в этом отношении ребридер-дайвер, который плавает на замкнутом аппарате, он должен быть подготовленным, хорошо контролировать ситуацию, то есть, значит, замкнутые ребридеры вот такого типа, да, они для чехнического дайвинга, так сказать. То есть, если их использовать в рекреционном дайвинге, это, значит, создает там дополнительные какие-то сложности. Значит, вернемся немножко назад, значит, к аппарату, который называется нахнутые ребридеры с фрукшным управлением. Значит, здесь все то же самое, что и в предыдущем случае, только мы говорим, что мы не хотим, чтобы электроника нам что-то решала за нас, и мы ставим вместо соленоида опять дюзу с подачей где-то 0,8 литров в минуту. То есть, примерно наше физиологическое потребление. И ставим, значит, два или больше датчиков, которые просто выводим на дисплей. Значит, мы плывем, смотрим на дисплей показания специального удаления кислорода. То есть, нам кажется, что мало, так сказать, мы добавляем кнопочкой подачу кислорода. То есть, та система предыдущая электронная работала в классическом режиме, а эта система работает в таком ручном режиме, когда, так сказать, ты сам смотришь на приборы и, значит, добавляешь кислород сколько тебе нужно. То есть, если вернуться к этому слайду, то у, значит, с кубок стэншн модуля, террорида Афалина, все три варианта режима работы есть. То есть, в зависимости от того, какую комплектацию мы купили, что мы собрали, да, у нас либо полузамканный аппарат, либо замканный аппарат с ручным управлением, либо замканный аппарат с ручным управлением. Все три, значит, варианта доступны. Хорошо, вот, кстати, мы, ну, немножко с историей всего этого проекта. Там я начал нырять на ребризер в 2003 году, уже будучи advanced remix, само-со мной. Ну, вот. Да, загадывать на ней уже не хочется. Ну, и трудно, усказать, само-усказать. Мне захотелось, само-усказать. Я там начитался в статье, само-усказать, в прессе, само-усказал, что очень мне хочется ребризера, само-у, и вот прошел курсы по драгер-дольфину. И, значит, начал полузамкнуть, да? Да, он полузамкнул, это само-у, по-разному. Значит, стал думать, как бы мне саму делал себе аппарат, самую для того, чтобы, значит, пользоваться, значит, я купил ИД-59, значит, опять же, самый Орехозуевский самый аппарат для выхода с подводной глотки. Значит, я тогда не понимал, как он работает до конца, да, так сказать, витал в интереях, да, думал, что он сам на 200 метров позволяет самую погружаться. Там что, воздух? Нет, он самую на 200 метров. Он 250 метров? Он позволяет выйти с лодки с 250 метров. Но выйти с лодки, там, не погрузиться на 200 метров, а выйти с лодки, то есть, надо... То есть, можно подняться, я вам? Да, можно, что там за газ-то забить? У него 3 метра, это самое, сказать, на 200 метров, там, отвод, что-то в лодку подается. То есть, там, максимальная конфигурация кислород, стримикс гипероксичный, и гелий отдельно. И сколько времени поднимается? Быстро достаточно, со мной, так сказать. Ну, в общем, за 250 метров, там, вообще, так сказать, там, система такая, что надувается специальный кукол, капюшон такой, над человеком, и он летит просто, как стрелая со мной, за 250 метров до 60. Вот, а на 60 у него... Купол взрывается. Нет. Его сзади самому лечит парашют. Снизу, который в воду тормозит. Да, там, вот, так сказать, вытяжной парашют, там, он на 60 метров срабатывает устройство, она выбрасывает на со мной парашют, большой купол, сам, и человек на большом куполе начинает 60 метров медленно подниматься на поверхность. Там, вроде, сьёки-палки. Видимо, конструировали те, которые там прыгают, да? Да, да, там, вот, так сказать, там, они взяли самому... Ну, Камп, она уже занимается, сам, вот, так сказать, в том числе и авиационной тематикой, и космической тематикой. А они просто сделали по аналогии, сам, вот, так сказать, систему, а вернулись, так сказать, авиационную, самую, ну, в обратную сторону. Ну, неважно, там, вот, как бы, тема отдельного разговора, самая, всё это. А, значит, вот, кончилось с тем, что я всё выкинул из этого аппарата, все эти баллоны, самые, все эти, кислород самые, и получился дыхательный мешок с канистой погодителя, который просто послучался к обычной самым баллону на спине Снайдерсом. То есть, ровно то, что я, значит, сейчас привёз, самое, только, значит, вот, в таком примитивном исполнении, и это, значит, было как раз первый вариант аппарата, который на груди. На груди конистеры, там, ну, как просто конструктив этого аппарата. И такой персилой мешок, самый видит, самый ошейник. Значит, первый, если это прилетело, совершенно не заметно. Значит, как раз вот сейчас отвечаем, если от покупки самого этого аппарата. Значит, ну, потом были, значит, различные телодвижения с разными аппаратами, которые были в корпусе жёстком со мной на спине, и там, с мешками со мной на спине. Ну, они как бы не относятся к теме со мной этого проекта. Значит, и вот, наконец, там, если не ошибаюсь, в 1965-м, что в 1950-м году со мной был сделан первый аппарат, который практически повторяет по своим решениям, то, что мы сейчас видим, DS1, баллон с нейтропсом, каникры, расположенные сбоку со мной на баллоне, их мешки наплечные. Ну, то есть, дальше пошла сам уже отработка конструктивного исполнения сам этих аппаратов. DS2, так сказать, ну, тут у меня, какими вариантами тут самыми предлагали? С печеньем, какого-то программы, в смысле? Ну, там, какая-то есть программа заложена, правильно? Ну, сейчас мы поговорим на рейтинг, сейчас поговорим на эту тему, то есть, DS2, так сказать? Ну, то же самое, так сказать, интересно то, что мы, значит, проработали варианты сайт-маунта самого, так сказать, реблизера, сайт-маунт исполнением, значит, DS5, ну, не будем мы сам, так сказать, углубляться. В 2009 году мы, наконец, подружились с Кампо, да, Кампо заказала нам разработку, саму образца, который можно было выпустить в сирийное производство, и начал, значит, там, после серии тестов, да, так сказать, была выпущена первая партия. А как проймешь там делать это? Кампо самое, космическое, авиационное, медицинское, подвозно-пожарное оборудование. Ну, что занимаетесь всем? Всем, ну, так сказать, ну, оно реально, так сказать, это делается, то есть, там, она работает для звезды, так сказать, там делают системы и для космических кораблей, и самые дыхательные аппараты для, самое, для истребителей, и, там, приблизители для подводных водок, самые, что тут не делать, барокамеры, вообще, что там, гигантский совершенно ассортимент, на самом деле. А, значит, соответственно говоря, в 2011 году была выпущена первая партия, ну, притерийный образец был сделан, с начала этого аппарата, который там испытывался, потом сделана партия из десяти аппаратов, это вот, золотодинфин, 2011, да, так сказать, где мы выступили с своим аппаратом, показали его, а, кстати, было сделано, пять, пять вариантов исполнения этого аппарата, ну, интересно тем, что, ну, примерно так же можно, сказать, делать тот продукт, который мы привезли, теперь первый, и до афалина 0, так называемая, с одним маленьким баллончиком под канистрой, наверное, тоже полгамотный аппарат, до афалина 2, э, до афалина 1, самый, с, как бы, с баллоном самой конистры, расположенной сбоку, от аппарата, значит, это, фотография в звездном городке, там проходили межленностные испытания этих аппаратов, это не просто мы катаемся, да, там, это, так сказать, серьезное дело межленностные испытания, а, были проведены, вот, это, да, афалина 3, как раз, и, значит, показано, то, что задавали вопрос, это, с чем он проходил испытания, с электроникой, с какой, то есть, вот, если мы сравним со мной эту канистру, наверное, и мы с ним ее захотим, что мы с ним ее не хотим, чтобы это не попали. Продолжение следует...